Всем привет! Сразу хочу сказать, что это видео я делаю чисто по фану. У меня сейчас очень хорошее настроение, я наконец-то закончил свои дела с военкоматом. Но, правда, рассказать я вам ничего не могу, потому что категорию годности мне поставят только в середине мая. То есть пока ещё ничего не известно. Вот представьте себе такую ситуацию смешную, что вот какой-нибудь человек сломал ногу, да? И он такой приходит в военкомат, и ему говорят, ну даже не знаю, надо подумать, приходи через месяц, мы решим, годен ты или нет. И он такой приходит через месяц, и ему говорят, хорошо, мы подумали, да, ты не годен, вот тебе освобождение. У меня, конечно, совсем другая ситуация, но суть вы поняли. Как только всё будет известно, я обязательно сниму отдельное видео с полной историей про военкомат. Ну а сегодня я решил сделать такой фановый ролик, в котором я буду искать обман в БС. Вы, наверное, уже догадались, что первая вещь – это фраза «каждый сам за себя». Давайте посмотрим фрагмент видео, который я уже записал. Значит, в начале у нас была фраза «каждый сам за себя». Она означает, что здесь каждый воюет, как бы это странно ни звучало, сам за себя. То есть вы должны всех убивать, и у вас нет друзей. Но смотрите, Бас и Эш просто не бьют друг друга, но бьют меня. Ну я, конечно, смотрите, почти убиваю Эша, но Бас просто помогает убить этого чёртика. То есть он подсознательно как бы уже с ним затимился. Хотя они этого по факту не показывали. Вот что это за фигня? Просто люди, даже не показывая, что они тимятся, хотят затимиться, просто автоматически находятся в тиме. Это что за бред просто? Ну я, конечно, попытаюсь сейчас убить Эш. И смотрите, просто что это такое? Динамайк сэвит Эша? Почему? Почему он его засейвил? Ну, конечно же, потому что каждый сам за себя. Именно поэтому все тимятся и все убили меня, да. Единственного человека, который не захотел тимиться. Но вы сами понимаете, что это жуткий обман. И несмотря на то, что есть фраза «каждый сам за себя», «одиночное ШД», все играют в командах. Идем дальше. Давайте посмотрим на магазин в БС, а именно на цены золота в гемах. То есть 150 золота можно купить за 20 гемов, 400 золота за 50 и так далее. Но все ли честно здесь? Как вы думаете? Давайте посчитаем. В начале я посчитал, сколько золота можно купить на 1 гем без всяких скидок. 150 делим на 20, получается 7,5. Далее умножаем самое большое число гемов, которое можно купить, 280 на 7,5. Получается 2100 золота мы могли бы получить без всяких скидок. Далее умножаем 1% от этого числа, то есть 21, на 23. 23 – это самая большая скидка на последний пак золота. Получается 483 золота выгоды. Ну а далее прибавляем это число к золоту без скидки и получаем 2583. То есть именно это золото мы должны были получить с этой скидкой. Ну а нам предлагают вместо этого 2600. Ну слушайте, это же беспредел. Нам дают на 17 золота больше. Ну что это такое? Ну как так можно? Человек, значит, покупает золото с 23% скидкой, да? И получает на 17 золота больше. Ну это же обман, это вообще беспредел. Как так можно? Не понимаю, Суперсел. Ну на самом деле, если честно, я думал, что наоборот, будут меньше золота подсовывать. А подсовывают больше. Поэтому, ну такое, такое, да? Идем дальше. Я думаю, вы знаете, что есть такой раздел, как киберспорт. И тут написано, чемпионат Бравл Старс готовы принять участие и сразиться за место в мировом финале. Только вот дело в том, что сейчас люди из России, к сожалению, не могут принимать участие в этом чемпионате. Тут даже в списке команд их нету. Все, их убрали полностью. Команду Нави нашу. Но до сих пор пишут, что типа любой может туда попасть. Но это же обман, это полный бред. Никто сейчас из России туда попасть не может. Идем дальше. Я думаю, все вы знаете, что такое техподдержка. Многие, наверное, туда уже обращались. Лично я, ну, раз в пять, наверное. И там есть такой замечательный раздел, который называется «Правила безопасной и честной игры». Давайте я вам немножко прочитаю. Чтобы бла-бла-бла-бла-бла-бла, мы строго придерживаемся нескольких принципов. Мы уважаем своих игроков и изо всех сил стараемся сделать игры, которые бы им нравились. И мы никогда не пожертвуем качеством игры в обмен на какую-то минутную цель. Что за бред я сейчас прочитал? А как же 140 мега ящиков за 179 рублей? И еще куча багов с магазинами было. Ну, кто помнит, там 49 мега за 49 гемов. Еще там небольшие баги были. То есть, получается, они нарушают свои же принципы. Ну, что это такое? Не, не подумайте, я там не гоню на компанию Supercell. Это самая честная компания на свете. Это так, просто по фану все делаю. Идем дальше. Есть такой раздел «Как мне связаться с Supercell». И тут написано «Мы всегда готовы вам помочь». Вот это да. Всегда готовы. Давайте я вам расскажу одну интересную историю, которая случилась с моим другом Симпой. У нас тогда была битва клубов. По-моему, мы апали вторую лего. Или третью уже, я не помню. Значит, и у команды Симпы случился такой баг. Они отыграли один бой, затащили. И потом их выкинуло. И прикол в том, что им не дали билетов. Ой. Очков, очков за победу. А билеты сняли. То есть, вот такая вот фигня. Очки не дали, а билеты сняли. И именно у них была такая проблема. У остальных было все в порядке. Он, значит, написал в техподдержку. Даже скинул видео. Но знаете, что ему там сказали? Что, ну, какие-то общие там вот правила. О том, как тратятся билеты. Что они каждый день пополняются. Они отвечают только на... Вот если у вас забанили аккаунт, да, они там помогут. Ну, а если случилась какая-то другая настоящая проблема, то они не помогают. Ну, конечно, может быть, они там не имеют права давать билеты дополнительные. Хотя не знаю. Ну, там, может быть, знаете, есть список, да, определенный. Что там они могут делать, а что нет. Вот. И, возможно, там нет такого в правилах. Мы, кстати, из-за этого заняли второе место. В тот день. И, по-моему, слили КВ. Ну, то есть, не заняли первое место в итоге. Ну, то есть, по факту, что когда надо помочь, возникла реальная проблема. Они не помогли. И поэтому то, что они пишут, мы всегда готовы помочь, но это тоже не совсем правда. Давайте посмотрим еще на одну замечательную акцию в магазине. Значит, за 29 гемов придается один редкий значок. И это подписано как особая акция. Вот это да! Один зеленый значок. Ну, скорее всего, там какой-то зеленый значок выпадет. Вы понимаете, что за 30 гемов можно уже купить какой-нибудь скин? А тут нам предлагают один редкий значок. Но это же бред полный. Зачем это подписывать как особая акция? Что здесь особенного? Это, знаете, вот то же самое, что рекламировать какие-нибудь валенки Адидас. Типа это вообще супер крутые валенки фирмы Адидас. А по факту это обычные валенки. Ну, вы поняли, да? То есть подписывают как особая акция, хотя ничего здесь особого нет. Но это тоже какой-то обман. Еще я заметил некоторые неточности в описании режимов. Да ладно там неточности, это прям большие ошибки. Смотрите. Значит, информация о событии. Сложность возрастает с каждой успешной обороной, начиная с нормальной и постепенно достигая безумной. То есть это означает, что максимальная сложность это безумие. Но это же не так. После безумия есть безумие 2, безумие 3 и так далее. То есть человек, который не играл в этот режим, будет думать, что он вот дошел до безумия, и все, это максимальная сложность. И типа дальше уже нет смысла играть, если все будет то же самое. Ну типа, почему нельзя было написать нормально, что там вот есть столько-то уровней, и последний из них 16-й. Но написали как-то странно очень. И такие вот ошибки, неточности есть много где. Но это уж если совсем придираться. На этом тогда я буду заканчивать. На самом деле БС классная игра. Тем более еще не вот Бравл Ток. Посмотрим, что там придумают. И сможем ли мы вообще обновить игру. Но я надеюсь, что да. Поэтому ждем. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.